Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Здоровье горожан важнее. В Самаре отменили массовый концерт, посвященный воссоединению России и Крыма. Достать людей из перевернутого автомобиля. В Самаре прошли соревнования по аварийно-спасательным работам. Бойцы невидимого фронта. В Самаре поздравили работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником. 36 лучших педагогов города. В Самаре завершился конкурс «Лидер образования». Вписали себя в историю золотыми буквами. Баскетболисты Самары завоевали Кубок России. В Самаре отменено празднование воссоединения России и Крыма. Оно было запланировано на 15 марта. Как сообщил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, это решение основывалось на данных Роспотребнадзора о ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области и небольшом превышении уровня эпидемического порога. Также учитывались рекомендации ведомства об ограничении проведения массовых мероприятий, содержащиеся в постановлении главного государственного санитарного врача по Самарской области. Мы также напоминаем жителям области о необходимости соблюдать профилактические меры, чтобы избежать заболеваний гриппом и ОРВИ и беречь свое здоровье, отметил Александр Фетисов. В Самаре произошло серьезное ДТП. В результате пострадали два человека. Они заблокированы в автомобиле. Им срочно нужна медицинская помощь. Такой сценарий учений у спасателей. В Самаре проходит первый этап соревнований по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подробнее Елена Малютина. Спасает людей в реальной жизни Вадим Толмачев более 12 лет. Столько же участвует в соревнованиях. Он демонстрировал свое мастерство на международных конкурсах среди спасателей и занимал призовые места. Последние пять лет он находится по другую сторону баррикад. Определяет победителя. Говорит, в реальной жизни спасателям нередко приходится сталкиваться с подобными ситуациями. А такие конкурсы лучше любого учебника. Помогают отработать важнейшие практические навыки. Они приобретают бесценный опыт. Самое главное, здесь они получают слаженность с командой, действие. То есть они получают здесь товарищество. Они получают здесь плечо мужское, дружеское. И вот это самая важная составляющая. То есть они отсюда, вот все и начинается. То есть как они сейчас будут понимать друг дружку, соответственно, так же они будут работать на вызовах. Разблокировать двери, демонтировать крышу, оказать первую медицинскую помощь. 18 команд в каждой четыре спасателя продемонстрируют мастерство за 10 минут. Слаженная работа спасателей, владение инструментом, оказание первой медицинской помощи, тушение пожара. Все это с оглядкой на секундомер. По этим параметрам определят команду победителя. В соревнованиях принимают участие все подразделения спасателей Самары, а также Новокуйбышевска и Чапаевска. В Самаре проходит первый этап соревнований по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. Повышение уровня пассионализма сотрудников, уменьшение времени реагирования, уменьшение времени на проведение аварийно-спасательных работ при деблокировании пострадавших из пострадавшего автомобиля и, соответственно, обмен опытом. Команду победителя определят в ближайшее время. После она представит Самару на областных соревнованиях. Елена Малютина, Василий Калашов. События. Они трудятся ради процветания Самары в любую погоду. Больше 15 тысяч коммунальщиков стоят на страже чистоты и порядка в большом городе. В преддверии их профессионального праздника специалисты получают поздравления и награды от первых лиц города. С бойцами невидимого фронта познакомилась Мария Левина. Владимир Алексеев знает, что такое стабильность. Вот уже 32 года он трудится слесарем, примерно столько же в статусе счастливого семьянина. Работа в коммунальной сфере – это не про спокойствие, рассказывает мужчина. Приходилось и в ночь выходить, и сутками работать. Но все не зря, а ради комфортной жизни в городе-миллионнике. Домочадцы все понимают и поддерживают. Ну, они уже привыкли. На первое время все равно как-то? Ну да. Вроде где был – на аварии. Жильцам помогать, чтобы они не были. Все чувствуют лучше. Более 15 тысяч коммунальщиков ежедневно трудятся во благо родного края. Их утро начинается с первыми лучами солнца, а порой и того раньше. Выходные – это роскошь. Каждое третье воскресенье марта в стране отмечают праздник – День работников жилищно-коммунального хозяйства. В народе коммунальщиков часто называют бойцами невидимого фронта. Специально к профессиональному празднику для канала «Самара ГИС» подготовил фильм, в котором Самара открывается с другой стороны – внутренней. Что и кто стоит за процветанием родного края, зрители смогут увидеть в ближайших эфирах. А первыми это сделали сами коммунальщики. Я чувствую, что мы вместе с ними решаем те задачи. И, естественно, уровень ответственности, а если это уровень ответственности, то это уровень появления хозяйского отношения к делу. Поздравить их с предстоящим наступающим праздником, пожелать всем здоровья, семейного благополучия. Ну и каждый день работать как последний для того, чтобы жители, еще раз подчеркиваю, не чувствовали в том, что они вдруг забыты работниками коммунальной сферы. Доблестных работников ЖКХ торжественно наградили. Глава города Елена Лапушкина обратилась к ним со словами благодарности. Большинство сотрудников сферы ЖКХ, конечно, являются профессионалами, готовыми справиться с задачами любой сложности, готовыми работать в любых условиях. И я вас за это искренне благодарю. И для меня честь награждать людей, которые проявили себя в этой тяжелой профессии. С каждым днем Самара становится краше, преображаются парки, скверы и площади. Чище и ярче становятся городские улицы. Жизнь в огромном мегаполисе заметно улучшается по качеству. Эти перемены не остаются незамеченными. Горожане видят их благодаря стараниям целой команды профессионалов. Мария Левина, Максим Гусев, События. Городской месячник по благоустройству вот-вот начнется. Наводят порядок и в общественном транспорте. Наш корреспондент узнал, как готовят к весне самарские автобусы. На мойке автобус 24 маршрута. Сначала машину тщательно очищают снаружи. Щетками с помощью мыльного раствора смывают уличную грязь. Удаляют ее из труднодоступных участков. Следующий этап – уборка внутри салона. Здесь моют полы, окна, протирают поручни, спинки сидений. Стараются захватить все поверхности, с которыми контактирует пассажир. Стараемся, чтобы наши пассажиры были всегда довольны. Было уютно, чисто и красиво. Мы сами ездим на этих же автобусах, поэтому мы стараемся. Салон обрабатывают специальными средствами, безопасной противобактериальной жидкостью, одобренный Роспотребнадзором. Препарат не содержит хлора, выпускается российским производителем. Уборка с использованием специального состава уже несколько месяцев практикуется транспортным предприятием, которое выполняет перевозки по муниципальным маршрутам. Очистка и дезинфекция с использованием такого средства особенно важна в периоды респираторно-вирусных заболеваний. Финальный штрих – автобус проходит через специальные чистящие щетки автоматической мойки. За чистотой кабины водитель следит самостоятельно. Ежедневно каждая машина проходит через мойку. Либо рано утром, либо поздним вечером после рейса машина заезжает на мойку и начинает водные процедуры. Всего в этом транспортном парке 450 машин. Весной, когда в городе проходит месячник по благоустройству, санитарному содержанию общественного транспорта уделяется повышенное внимание. Вместе с тем предприятием уже проведена генеральная уборка территории базы и офисных помещений. В ближайшее время сотрудники уберут со стоянок автобусов скопившийся за зиму мусор. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. 36 лучших педагогов города. В Самаре завершился окружной этап конкурса «Лидер образования». Участниками стали самарские учителя-предметники, руководители образовательных учреждений, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования. Поздравила лидеров глава города Елена Лапушкина и Мэри Елчан. На небосклоне самарского образования загорелись новые звезды. 36 педагогов города стали лучшими в профессии. Один из лидеров образования Рафаэль Файрушин. Он уже 4 года работает учителем физики. Говорит, еще в детстве решил, что продолжит династию педагогов. И пока другие дети через заборы лазили, он помогал родителям проверять тетрадки. Рафаэль постоянно в поисках новых педагогических технологий и методов образования. Сегодня он стал лучшим учителем года на городском этапе конкурса профессионального мастерства. На самом деле я пришел в конкурс не для того, чтобы стать лучшим, а для того, чтобы стать лучшим. Конечно, очень приятно стоять на сцене, когда тебя нагрождают. Но теперь для меня выпала такая честь представлять наш город на областном этапе этого конкурса. И я постараюсь, конечно же, оправдать доверие. Конкурс «Лидер образования» проводится уже в 17-й раз. В нем выбирают лучших среди воспитателей, классных руководителей, учителей и педагогов дополнительного образования. Наградила благодарственными письмами и подарками лидеров глава города Елена Лапушкина. Я считаю, что человек, который занимается преподаванием, занимается воспитанием, и сам должен быть всегда в процессе образования, саморазвития, он должен интересоваться всем новым, сам развиваться и, соответственно, зажигать этим и своих воспитанников. Одна из ключевых задач конкурса – раскрыть профессиональные и творческие способности учителей. Выступает, скажем, один, казалось бы, учитель, один класс руководитель, но за плечами, как вы поверьте, да, это работа, так сказать, целого коллектива. Сейчас победителям городского конкурса предстоит побороться за звание лидера в областном этапе. Мэри Илчан, Николай Епифанов, Константин Головин, События. В системе ухода за пожилыми людьми необходим новый подход. По официальным данным, к 2030 году в регионе будет более 1 миллиона человек пенсионного возраста. Такую информацию озвучили на заседании коллегии регионального министерства социально-демографической и семейной политики. Самарская область стала пилотной площадкой для реализации системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Об итогах этой работы за год расскажет Лариса Шалафаст. Новый подход в уходе за инвалидами и пожилыми людьми. Самарская область реализует систему долговременного ухода с 2019 года. Пилотными площадками выбрали муниципальные районы Приволжский и Большеглушицкий. В этом году подключились Отрадный и Самара. Новые подходы интегрируют в уже сложившуюся систему соцобслуживания. Мы видим, что с каждым получателем социальных услуг нашим с вами должна работать мультидисциплинарная команда профессионалов, психологов, типизаторов, реабилитологов, медицинских работников. И у получателей социальных услуг должна сохраняться возможность получать эти услуги в разных форматах и по необходимости переходить из одной формы социального обслуживания в другую. Создание системы долговременного ухода началось по национальному проекту «Демография». По данным Росстата, доля людей старше трудоспособного возраста в России увеличится к 2025 году почти на 30% и составит 40 миллионов человек. В Самарской области к 2030 году будет уже миллион пожилых людей. Поэтому новую систему поддержки необходимо внедрить уже сейчас. И принципиально важно подготовить профессиональных специалистов. Тот социальный работник, который сейчас приходит в долг пожилому человеку, при глубочайшей благодарности к этому труду, я уже сегодня об этом говорила, но если всех их 100% попросить правильно ухаживать за этим пожилым человеком, дай бог, если 15% из них знают, как это делать. Ключевая позиция – отсутствие специальных знаний и навыков. Главная цель будущей системы – обеспечить людям, нуждающимся в уходе, сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь, как на дому, так и в стационаре. В этом году решать задачу будут уже 12 регионов страны. Лариса Шалафаст, Николай Сидоров, События. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре произошел пожар в жилом доме. Есть погибшие. Возгорание площадью 200 квадратных метров удалось ликвидировать только к половине шестого утра. ЧП произошло в частном доме на девятой просеке. Из дома удалось эвакуировать одного мужчину. Но позднее были обнаружены тела от двух погибших. Их личность устанавливается. В Самарской области готовятся к раннему паводку. В нескольких районах уже созданы пункты временного размещения людей. Как заявили представители областных властей, к любым сюрпризам стихии готовятся очень тщательно. Проблемные территории известны и паводок не должен стать неожиданностью. В этом году реки Чигра и Сызранка вскрылись 24 и 26 февраля соответственно. Вскрытие остальных рек ожидается во второй половине марта. С особым вниманием к подготовке к весеннему паводку следует отнестись к главам Похвестневского, Кенель-Черкасского, Кошкинского, Челновершинского, Сергиевского, Камышлинского, Красноярского и Елховского районов. В Весен Самарской области вновь объявлен желтый уровень опасности. Ветер юго-западного направления достигнет порывов 16 и 21 метров в секунду. Спасатели просят самарцев не выходить из здания во время быстрой стихии, а также не прятаться от порыва ветра за остановками транспорта, рекламными щитами и под деревьями. Водители просят соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. На выходные погода тоже обещает не радовать. Синоптики обещают снег с дождем. Столбик термометра будет колебаться между отметками минус один до плюс четырех градусов. В Самаре под суд отдали коммерсанта, прятавшего незамерзайку. Владелец склада предлагал 50 тысяч рублей полицейским, чтобы они не заметили 7,5 тысяч литров нелегальной жидкости. Силовики обо всем доложили руководству, и 46-летнего коммерсанта взяли при попытке передать деньги. В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Сейчас оно передано в Федеральный суд. В Самаре сестры Милосердия открыли центр по уходу за тяжелобольными людьми. Он рассчитан на 80 человек. Ухаживать за пациентами будут 30 сотрудников медперсонала. Учреждение назвали «Обитель Милосердия» в честь великомученика Дмитрия Солунского. Здесь принимают на постоянное и временное проживание людей, которые перенесли инсульт, инфаркт, тяжелые травмы, а также пациентов с деменцией, болезнями Паркинсона, Альцгеймера, людей, нуждающихся в палеотемной помощи. В центре уже находится 17 человек, рассказали представители Самарской метрополии. Учреждение располагается в Самаре на улице Азовской, 54А. В перспективе там откроют стационар дневного пребывания для пожилых людей с деменцией, родственники которых не могут за ними ухаживать в рабочее время. Также планируют запустить проект по социализации женщин от 18 до 45 лет с интеллектуальными нарушениями. Их будут забирать из психонервологического интерната, учить готовить, вести личный бюджет. Как увеличить выручку и сократить издержки на предприятии? Сотрудники одного из самарских заводов рассказали о реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», который инициировал президент России Владимир Путин. Важность непрерывного внедрения изменений отмечает и губернатор Дмитрий Азаров. Подробности в следующем сюжете. Открыли новый корпус, увеличили производительность труда, сократили издержки и навели порядок на рабочих местах. Сотрудники одного из самарских предприятий подвели итоги шестимесячной работы по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости», который инициировал президент России Владимир Путин. Руководителям и простым сотрудникам завода помогали представители регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области. «Мы достигли всех наших целевых показателей. Команда хорошо поработала. Удалось реализовать все задуманные мероприятия, краткосрочные, которые мы могли реализовать в течение этого периода». Сейчас на предприятии работают не только люди, но и роботы. Благодаря современным технологиям на заводе постоянно наращивают объемы выпускаемой продукции. Предприятие входит в процесс непрерывного внедрения улучшений, важность которого неоднократно отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подчеркивая, что повышение производительности труда ключевой элемент опережающего экономического развития региона. По словам руководителей предприятия, сотрудники регионального центра компетенций смогли увеличить на одном из производственных потоков выработку на одного работника на 26%, сократить незавершенное производство и время перемещения продукции по заводу более чем на 30%. «Выменьшение перемещения способствует тому, что быстрее поступает продукция на рабочие места, соответственно, так же быстрее происходит выпуск продукции. То есть, если на 35% уменьшилось количество перемещений, то, соответственно, и быстрее стала производиться продукция». В будущем предприятие закупит еще одну партию современного оборудования. К 2024 году производительность труда должна вырасти как минимум на 30%. Андрей Горгуленко, Анатолий Головко, Константин Головин. События. Сказка, рассказанная десятками молодых художников. В Самаре открылась выставка, которую посвятили 30-летию Тольяттинской художественной школы имени Марка Шагала. На ней побывал и наш корреспондент. Детская мечта, воплощенная в керамике. Автор этой работы София Соловьева, ученица Тольяттинской художественной школы имени Марка Шагала, изобразила себя и свою семью плывущими на пароходе. Работу представили на выставке юбилейной палитры в детской картинной галерее, которую посвятили 30-летию школы. Это краски, это эмоции, это детство, это и глубокое рассуждение о мире, о жизни, о истории, о корнях, о традициях. Здесь есть все. Работы совершенные, они все закончены, они все имеют и композиционное, и цветовое, очень грамотно сделанные. Художественная школа начиналась 30 лет назад, как студия керамики. Позже ее назвали именем известного художника Марка Шагала. Сейчас школа лауреат многочисленных российских и международных конкурсов, а работы представлены в экспозиции ее емкое и наглядное творческое портфолио. Здесь показаны и новые работы, и лучшие картины, и скульптуры из запасников школы. Для зрителей это возможность увидеть особый тольяттинский колорит. И вот во всех наших произведениях, и в керамике, и в изобразительном искусстве мы видим стилизацию образа, стилизацию человека, стилизацию птиц. И в каждом этом образе взрослый человек может увидеть ту свою реальность, которая вскрыта у него глубоко в душе. Выставку можно будет увидеть в детской картинной галерее до 6 апреля. Олег Зверев, Семен Безгинов, Константин Головин. События. Баскетболисты Самары вписали себя золотыми буквами в историю российского профессионального баскетбола. Команда впервые выиграла Кубок страны. В прошлом сезоне они стали чемпионами России. О триумфе в воле к победе, народной любви и славе репортаж Сергея Кизоркина. В спорткомплексе МТЛ-Арена на трибунах нет свободных мест. Фанаты баскетбола пришли посмотреть, как будет решаться судьба Кубка России. Сейчас на паркет вышли две команды. Самара и гости из города Ревда Свердловской области. Темп Цунзе УГМК. Они впервые в финале и очевидно, что эта победа станет для кого-то первой в карьере. Хотя до этого Самара занимала четвертое место, а темп третье в розыгрыше Кубка страны. На второй матч серии гости приехали в Самару, имея в запасе три очка. Поэтому и первую четверть они начали в роли лидеров, накидав в корзину 13 очков против шести у соперника. Но хозяева нашли в себе силы вырваться вперед. 19-17. Итог после первого раунда. Все ребята старались, бились, выкладывались. Все были заряжены. Хороший для нас результат. Во втором периоде Самара продолжала нагружать темп трехочковыми попаданиями. Но гости не сдавались до последнего. Периодически вырывались вперед. Однако на большой перерыв Самара ушла в плюсе по сумме двух матчей на одну очку. 41-37. Эта команда заслужила как минимум место в ВТБ с болельщиками, с инфраструктурой. Надеюсь, что здесь построят хороший большой зал и команда будет участвовать. Считаю, что должно быть большее количество участников в лиге ВТБ. Опытные ребята в Самар попали сложные, где-то трехочковые, очень высокий процент. Да, ну это и сказалось на результате. Основательно отдохнув и набравшись сил не только физических, но и эмоциональных, Самара устремилась вперед за Кубком России по баскетболу. Расстрел кольца заводчан шел с разных позиций и флангов. Импровизация самарцев не знала границ. В результате третья четверть закончилась разгромом гостей 69-49. Самара поймала кураж и не могли мы ее уже остановить после этого. Забивали сложные броски через руку на последних секундах. Пока они смотрятся по стабильнее нас, в общем-то, в чемпионате. Так что, мне кажется, тут 50 на 50. Нет такого, что кто-то был лидером изначально. Потому что финал – это всегда другая игра в любом случае. Оправиться от такого удара темп из ревды уже не смог. Они начали ошибаться и в атаке, и в обороне. Чаще промахиваться. И в итоге последние 10 минут матча Самара доигрывала в роли обладателей Кубка страны. Большой приз клуб выиграл впервые за свою историю в большом баскетболе. Финальная сирена зафиксировала победный счет 86-69. Мы по этапу нашли к этой игре, ну, вообще в кубке. И перед нами были поставлены задачи, чтобы выиграть кубок. Были удачные игры, неудачные. Но мы перебороли себя и сегодня доказали, что мы по праву являемся обладателями Кубка России. И эта историческая победа для этого клуба – это вдвойне приятно. Лучшим игроком матча и всего турнира Кубок России стал защитник Самары Владимир Печкуров. Золотые медали и главный трофей победителям вручали представители Российской Федерации Баскетбола Светлана Гюр, президент Федерации Баскетбола Самарской области Владимир Аветисян и зампредправительства Самарской области Александр Карпушкин. А уже в раздевалке баскетболистов по телефону поздравил Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара Киз» на нашем сайте и его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!